Дипломатическая история двух республик – Чехии и Беларуси – насчитывает чуть более 20 лет. За это время между двумя странами установились экономические и культурные связи, которые требуют дальнейшего развития. В частности, сегодня в преддверии чемпионата мира по хоккею в список обсуждаемых вопросов, вывозавших обоюдный интерес, вошла тема логистики. Логистический центр Козловичи сделан с нашей фирмой «Метростав». Я очень горжусь этим и хотелось бы еще сказать, что просто мы внимательно наблюдаем то, что с начала следующего года уже будет опять новый этап в развитии таможенного союза. И мы просто Брест считаем одним из важных точек, которая будет открывать ворота по сотрудничеству Европейского союза и таможенного союза. Значит, это очень-очень важная информация для всех людей, которые будут двигаться на восток. Развитие и популяризация культурных отношений – еще один немаловажный аспект, который обсуждался на деловой встрече и которому в этом году будет уделено особое внимание. Национальный заповедник Беларусская пуща, мемориал Брестской крепости-герой и другие историко-культурные достопримечательности Брещины – это те места, которые должен посетить каждый, уверены представители Чешской республики. В ответ Константин Сумар предложил чешским коллегам активно развивать сотрудничество в сфере услуг, в том числе и в туризме. Я считаю, что перспективное направление наше сотрудничество является не только экспортоварным, а и транспортным, строительным, туристическим услугам. Традиционный обмен подарками, как символ благотворного сотрудничества, стал заключительной частью двухстороннего диалога. После официальной встречи чешская делегация посетила главную историческую достопримечательность города над Бугом – Брестскую крепость.